Я приветствую вас, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, а также просто неравнодушные гости и зрители моего канала, кто не безразличен чужому горю, чужой беде, кто познается в ней, и кто сопереживает и переживает за дальнейшую судьбу и развитие дела Влада Бахова. С вами я, принц Сурель. А поговорить я сегодня вот хотел о чем. То, что в последнее время, как мы видим, чем дальше мы пробираемся в лес, в логово вот этим врагам, врагу рода человеческого, ну, то есть дьявола, да, но это я так метафорически, если обозначить, ну, в лице вот этих 12 плюс, разумеется, ну, и всех, кто ими управляет. Вот, а ими управляет это однозначно мафия, которая в правительстве, там, не знаю, во главе с Островским, которая заинтересована в своих темных делишках, вот, ну, и, конечно же, которая, в общем-то, ничего кроме зла не приносит людям. И так вот эти 12 плюс расставляют своих всадников апокалипсиса, ну, в кавычках, этих церберов ада, которые мешают нам делать добрые дела, поскольку мы, блогеры, мы пытаемся докопаться до истины, мы хотим сделать добро, как-то раскрыть это преступление, не допустить того, чтобы вот эти преступники ушли, так сказать, как сказать, безнаказанно, надо, чтобы они все понесли ответственность жесткую максимально. Но они мешают нам это сделать, ставят возле себя юристов, вот этих, в виде Юлии Вербицкой, ну, и Карташевской, которая недавно мне угрожала судом, и, конечно же, написала заявление в суд. Что ж, посмотрим, что дальше будет. Вот. Я снял видеоролик, их разоблачив, как бы, естественно, разговор у меня с ней был короткий, я тоже, в общем-то, сказал, что буду так же действовать теми же методами, буду писать на вас заявление. После этого выходит видеоролик Олеси, можете посмотреть, это та блогер, которая, в общем-то, переобулась еще, наверное, может быть, полгода назад, может, чуть больше, и защищает этих 12+. Она выпустила в том, что меня напишет заявление о клевете в отношении вот этих 12+. Ну, с чего бы это? Вот почему она хочет писать на меня заявление? Вот мне интересно. Подписчики мои, да, вот, спасибо вам огромное за ваше мнение, за вашу помощь, поддержку. Ну, пишут так, что одна из версий – это то, что она родственница Дербанова. Я скептически к этому отношусь, хотя не исключаю, но, знаете, я сомневаюсь, поскольку расстояние, конечно, хоть и небольшое между Демидовым и Санкт-Петербургом, где живет вот эта Дробкова Олеся. Там тысяча километров примерно. Но, однако же, не думаю, что они родственники. Вторая версия – это то, что Олеся была также на поляне. Тоже, ну, вполне вероятно, но с трудом немного верится, потому что все-таки... Хотя за кадром все может быть, мы этого не знаем. Как говорится, не знаю, как это все было. Но самая такая, правда, правдивая версия, которой я придерживаюсь, версия номер три – это то, что вот этой Дробковой очень хорошо заплатили. В этом я на миллион процентов уверен. Почему заплатили? Ну, потому что человек резко переобулся. Резко поменял вектор в сторону защиты вот этих 12 упырей, мразей и отморозков. И причем, наверное, ей очень хорошо заплатили. Наверное, миллионов пять, наверное, отвалили. Вот. Почему она, кстати, очень хорошо выглядит, стала для своих лет. Вот. Так вот, собственно, кто может ей заплатить? Ну, кто из 12? Кто имеет власть? А имеет власть вот эти... Среди этих 12 три человека. Это Дербанова, ну, дочка капитана полиции Дербанова. Яскин, сын главы Александра Яскина, значит, главы поселения Демидова. Ну, и, конечно же, на мой взгляд, это самый главный, кто был на поляне, это Стас Советов. Почему он самый главный? Потому что у него родители депутаты Госдумы. А они, как никто другой, имеют больше власти, поскольку они являются законодателями, то есть депутаты, да? И, соответственно, они могут откупиться, они могут заплатить для того, чтобы защитить нечестивые дела своего сыночка, который вот так вот распорядился чужой жизнью, убив прекрасного мальчика Владика, который подавал большие надежды Владику. Вот. Мне безумно жалко Влада, то, что он такой прекрасный был. Вот. И какая-то шваль, преследуя свои какие-то, скажем так, нечестивые задачи, не знаю, продажи на органов. Вот эта мафия, вот эта в правительстве, которая сидит. Вот эта раковая опухоль, которая везде проникла. Вот. Метастазы которой, наверное, по всей нашей стране. Но история с Владом Бахом стала, скажем так, знаете, катализатором. То есть лакмусовой бумажкой того, что происходит в нашем обществе. То есть благодаря вот этому резонансу вот прорвался вот этот гнойник, то, что происходит в нашей стране. И мы теперь знаем, что на самом деле происходит. Мы потихонечку, ну, как бы просыпаемся ото сна. И, собственно, вот эти 12+, ощущая, что мы как бы просыпаемся, козни строят нам, пытаются помешать нашим, в общем-то, добрым планам. Это очистить это зло в виде них. Ну и сделать так, чтобы они не ушли от наказания. И, дорогие друзья, теперь вот самое главное, что хочу сказать, почему Советов все-таки главарь. Посмотрите видеоролик Кочи. И там вы видите разговор с Советом. Кочи пытался с ним найти контакт. Ну, во-первых, хочу сказать, что Советов ведет себя крайне цинично, крайне по-хамски, то есть уверен в собственной безнаказанности. А такие люди, знаете, они ни перед чем не остановятся. Такие люди всегда будут добиваться своих целей любым путем. И эти цели, они, конечно же, злые. И, как говорится, они на голову наступят, и по головам пойдут, и все сделают для того, чтобы, ну, скажем так, любой ценой защитить свою шкуру. Вот так. Ну, а почему он избегал разговора с Кочи, с Мишей Негматовым? Ну, как и все, вот как Дербанов, как Яскин, которые, в свою очередь, также избегал разговора с журналистами. Это значит, они что-то скрывают. А что они могут скрывать, дорогие друзья? Извините. А они могут скрывать, ну, улику, самую главную, которую мы все ищем и ждем. Это видео, которое было удалено. Это видео с тем, в общем-то, где издеваются над Владом. Где Влада просто, я не знаю, что с ним делают, но совершается что-то самое ужасное. Вот так вот, дорогие друзья. И теперь мне остается что сказать. Советов. Бегом в Следственный комитет. Иначе сядешь на пожизненное. А ты, в принципе, и сядешь на пожизненное. Мы этого, вот если ты даже, вот, ты просто не доживешь до суда, советов. То, что ты сделал, тебе небеса, Вселенная не простит этого, понимаешь? И всех это касается, кто пытается защитить от 12+. Вас всех ожидает такая участь. Вот. Не думайте, что не существует бумерангов. Они есть. И вы получите свое, как говорится. Дорогие друзья, пишите свое мнение, пишите комментарии, что думаете по этому поводу. На мой взгляд, как бы, если у Советова не проснется совесть, она у него не проснется. Это я уверен. Но самое главное, что нужно его, как говорится, взять за одно место и привезти в СК. Для того, чтобы с ним побеседовали так, что он просто расколется и все. Ну, как вот, знаете, изрыгнет так, что, как миленький, все расскажет, что он сделал с нашим мальчиком, с Владом. С вами был я, принц Уриэль. Пишите свое мнение в комментариях. Дорогие друзья, вот завтра я хочу выложить, наконец-таки, долгожданный клип, который я записал еще в мае этого года. В мае, в апреле, в конце апреля, в мае. И я посетил ее одной прекрасной девушке, восточной, очень хорошей, очень милой. Она вот самая прекрасная. И я ее встретил еще в марте. Мы начали дружить, начали общаться. И потом у нас такая замечательная, просто, ну, как бы сказать, история, такое трепетное отношение. И я написал песню. Стихи мои и моя музыка мне немножко помогали, конечно, с аранжировкой. Но в целом, в принципе, я сделал ее сам. Клип я также снимал в мае месяце. Вот, посмотрите. Я просто не мог его долго загрузить. Вот такая должна быть любовь. Я хочу, чтобы любовь победила. С вами был я, принц Ирель. Увидимся в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok